так всем привет всех еще раз приветствовать что мы собрались предновогодние как раз предновогодняя презентация уже снег первый выпал да и что интересно в данной презентации будет я довольно я довольно долго значит был на проекте которым очень интенсивно использовались extension методы в частности с айкверабл интерфейсом и имея этот бэкграунд потом хотел его применить используя айк айкверабл интерфейс и как вы можете догадаться что у меня с этим было не все гладко вот и в частности айкверабл методы содержали там сперва очень простую логику там получить какой-то entity по и дишнику там вернуть entity с каким-то инклудом и так далее но с каждым разом понятное дело там усложнялось добавлялись группировки join и какие-то агрегирующие там функции и так далее так далее то есть с каждым разом все усложнялось и в какой-то момент стали такие приходить странные баги что вроде как бы ну как бы есть вроде тест да написал что вот при таких условиях вроде все должно работать а у клиента все нет все работает по-другому ну или в некоторых очки с их работает не так как ожидалось и соответственно просто вот хотел поделиться своим опытом да как как я вот так сказать перестраивался с айнамор был на икверабл какие баги возникали да то есть как их как не как я их решал вот какие различия там между ними и особенностей и так далее соответственно вспомним о свежем памяти об этих двух интерфейсов в разрезе юни тестов так и так чем мы сегодня будем заниматься в интердакшн я познакомлю вас со структурой проекта до приблизительно той которая так скажем в реальных условиях теория и пример очень много примеров он конечно же сделаем потом вывод так и демо я подготовил проект значит стандартные в папе да то есть у нас разделение есть на слой доступа снова слой контроллера слой сервисов и какой-то там персистент слойер наши методы внутри контроллерах были сгруппированы следующим образом те методы которые как-то меняли стоит база мы складывали в команды для которая оперирует этой сущности ну это там пост пуд дали те методы которые они меняли стоит это query мы складывали один и соответственно наполняли данный контроллер все что понадобится клиенту для работы с этой сущностью там какие-то может быть дополнительные клубы по которое нужно подтянуть по этой сущности и так далее то есть в принципе здесь ничего так сказать необычного мы инжектируем наш репозиторий давайте посмотрим как он выглядит с одним единственным свойством это айкверабл интерфейс и сама свойства ордерс хочу сразу вот обратить ваше внимание это является сущностью базы данных то есть у нас нет каких-то промежуточных там мы не будем чего не зато всякие автомапперы или там свои какие какой-то маппинг то есть материализация будет сразу происходить на уровне контроллера вот и мы как бы следуем тому принципу что мы как бы на чтение мы находимся ближе к нашему источнику данных да потому что как часто бывает на чтение нам нужно просто сходить базу что-то быстро отдать так вот наш наши наши ордерс и соответственно каждый экшен метод как правило содержал вот такие вот запросики которые включали там where order by грубой ну и соответственно мы же хотим там как-то переиспользовать данные кода да или чтобы там в другом месте например использовалась там похожая логика и так далее мы это выносим в extension метод вот и который агрегирует кусочек данной функционала и соответственно в наших контроллерах где мы работаем сущности ордерс мы также можем это переиспользовать очень удобно так лучше кто-то там пишет да я просто не вижу так хорошо вот чтобы соответственно чтобы переиспользовать а как бы наш контроллер да может также содержать логику связанная с отдачей что тебе ответа там фаунт бедр квестом он процесс в лентите и так далее да конечно там понимаю что extension метод как бы ну не очень хорош в том плане что все таки статика да и как бы если контроллер да мы хотя бы понимаем как бы тестировать да на вот эти ответы которые возвращаются чтобы он соответствовал некоторой логике то extension метод непонятно да потому что статика мы просто будем проваливаться в него и нам нужна некоторая как бы асистом under testing да которая будет нагружена очень многим количеством данных чтобы покрыть все как бы тесты до которые будут включать наши extension метод а это мы будем сможем сделать потому что если вы помните репозиторий содержит только одно свойство и как бы все просто нас толкает на то чтобы да давайте замокаем айк вербал интерфейс до поставим мог как бы подсунем ему нашу какую-то фейковую коллекцию будем ее прокидывать здесь и как-то будем проверять эксперт эксперт отрезал все вроде как бы само собой напрашивается да и вроде бы как очевидно на уровне контроллера мы будем тестировать наши http запросики http response а на уровне extension метода будем тестировать нашу роль логику фильтрации мы можем кроме фильтрации там же может еще какая-то ну скажем нет не сложная логика вот и соответственно прокидываем какие-то результаты да и смотрим вот можем можно также подсказать что это некоторые как бы реки abstraction да то есть некоторая сквозная что нам нужно куда-то проваливаться да это идеально тоже можно было бы замокать но хочу вам сказать что например на интеграционными тестами уже полностью мы покрывали как бы и запросы и это то есть как бы норм то есть рабочий вариант так итак ну давайте посмотрим как выглядит нашими тесты сперва с контроллера начнем как я уже проговорил здесь все очевидно мы делаем мог нашего репозитория который у которого с этапе property orders которая возвращает какой-то дата-сорс этот репозиторий прокидываем наш контроллер делаем кол поскольку сейчас у нас просто пустая коллекция вернется при обращении к свойству ордер 100 мы empty резалты соответственно ок ну и такие вот маленькие методы мы и дальше так сказать будем просто копипастить меняет только ассерт в данном в данном случае например ок здесь будет например бедр квест он процесса был entity там что-то может быть там not found ну и так далее все очевидно красиво все покрывается вот в зависимости от переданного как бы переданных параметр внутри контроллера и замокного репозитория здесь все отлично и придраться принципе нечего давайте посмотрим как выглядят либо тесты на various extensions здесь немножечко больше кода и соответственно если данная презентация как-то затрагивает до юнит тесты да давайте сразу и вот просто посмотрим на стиль написание этого юнит теста то есть какие здесь принципы применяются во первых как вы видите тест соответствует так называемой 3 и аббревиатуре до range и кассет вообще чтобы как бы для чего эти принципы нужны то есть их можно вообще и не знать да ну для чего не нужны во первых для коммуникации между друг другом когда ты говоришь 3 а то сразу понятно в каком стиле вот это первое второе но как бы позволяет во первых структурировать код да вот сразу видно например что фаза range до относятся к некоторым настройкам и инициализации нашего и нет теста то есть если мы например в этой фазе укажите какой-то ассерт или ну какой-то сделаете вызов сервиса или так далее но будет это как-то странно также фазе акт сама соответствует вы вызываете вашу логику но вашу логику да то есть что-то тестируете что хотите проверить и фаза ассерт соответствует фактически проверки на вашего результата который вернут ваш экстеншен метод с ожидаемым результатом которые вы хотите получить вот и рекомендует ассерт содержать в секции ассерт иметь только одну линию потому что она быстро выявляет ошибки то есть один не не тест один ассерт один фейл сразу понятно почему если будет множество ассертов то как бы не совсем очевидно да в каком вы из них провалились первым втором или третьем то есть сейчас я мы дальше еще например разберем следующий момент то есть с этим понятно дальше сейчас например вроде кажется все довольно таки очевидным да мы сделали экстракт экстеншен метода сайк вераболом интерфейсом создали некоторые скажем так в кавычках замоканный data source в которой передали коллекцию orders это можете просто как воспринимать как некоторую локальную базу данных типа вот и у нас есть expected orders как бы объект который мы должны на выходе получить до после вызова фильтрации то есть зашло три ордера по какой-то логике этот отсеялся вы получили два сравнили с зелененький все все счастливы ну как бы к чему тогда здесь придраться почему столько внимания к этому тесту предлагаю вам вот опять ссылаться на принцип до некоторый называется он first часто используется в юнит-тестирование что он означает то есть опять же некоторый принцип который мы как бы ну который используется юнит-тестирование и которые помогают нам определить соответствует ли написанный код до соответственно не тест некоторым правилам стандартным там best practices и так далее ну соответственно смотрим например первая буква f f означает fast то есть насколько тест ваш быстро то есть если например у вас тест занимает ну я не говорю там ну да есть же разные типы теста там юнит-тест интеграционные и так далее вот юнит-тест соответственно должен проходить быстро соответственно по памяти ну вообще по времени должен очень мало занимать так и есть то есть что у нас тут три объекта очень быстрый то есть соответствует дальше у нас идет ой ой означает isolated или independent значит смотрим ну обычно проверяет изолированность это нет ли connection их базе данных не работаем с файловой системой ну какие вот стандартные вроде тоже ничего такого нету как бы замок или наш репозиторий вот локальной коллекции все работаем в памяти и с кем не взаимодействуем метод тоже ничего тут внутреннего не колы ну вроде бы как бы изолирован да и независим нормально прошли дальше у нас идет буква р репитабол да тут конечно да и таймы есть но как видно не статика да из давайте зайдем на еще раз посмотрим здесь тоже статика то есть мы независим как бы через дай тайм или через какие-то параметры да которые бы могли в зависимости от запуска как-то повлиять на внутреннее состояние нашего теста то есть из репитабол дальше у нас идет буква с с означает self-validating это соотносится то что я как бы ну говорил вначале то есть тест когда он падает он должен описать себя и желательно описать о том как он упал единственным образом то есть у нас не должно быть как бы там несколько свойств проверяться да там или место несколько условий что и такое и такое такое то есть открыли тест посмотрели упала все значит одна строчка все пофиксили одна строчка все соответствует нормально и последнее последняя буква да first это t которая говорит о времени во-первых о времени которое затрачивается на написание теста в плане том что ну вот написали теста и как бы надо ли вам в дальнейшем времени для того чтобы сделать рефакторинг слова кода и чтобы переписать тест то есть здесь желательно то есть у вас есть как бы тест и желательно раз написать и как бы без рефакторе ну мы говорим как бы не а в некоторых идеальных до условиях вот это первый момент и во второй момент он время коллерирует со скоростью то есть он должен был как бы и быстро выполняться да и немного как бы как бы ну что какой можно сделать вывод и ферст принципу вроде соответствует данный тест и тоже не переделешь не передерешься ничему соответственно пока давайте тогда отложим до данный тест просто хочу обратить ваше внимание на буквочку ай которая относится к айзолейтед и independent может быть в этой плоскости да с этим тестом что-то не так вот и мы вернемся к нему еще раз а пока я вот хотел бы переключиться на теорию и освежить вообще в памяти вот эти два интерфейса а и на мэрабл а эквэрабл и почему с этим могут некоторые быть нюансы кстати может быть какие то вопросы есть все вроде пока пока не пока понятно пока я не начал рассказывать следующий сразу следующий слайд окей хорошо вопросов нет значит двигаемся дальше значит интерфейса и на мэрабл очень стал популярный данный интерфейс когда зарелизирует зарези зарелизился c-sharp 3.0 когда там появилась линкью до анонимные методы вар и и так далее его но вообще вот интерфейса на мэрабл да вот какой то какой он вообще сам по себе отражает концепцию он реализует известный из гоф паттерн итератор он относится поведенческим и соответственно он просто предоставляет вот как видно на экране некоторый абстрактный интерфейс с одним методом get и нумератор который просто представлен двумя методами один свойство это current свойство это вы можете рассматривать этот курсор это свойство которое указывает на какой элемент коллекции мы сейчас указываем reset это мы просто сбрасываем курсор на начало ему в next просто бежимся по коллекции хочу отметить что там важный нюанс что именно реализует абстрактный интерфейс последовательного действия то есть это кстати очень очень хорошее свойство да для использования его например каких-то конкарент словарях да там где одновременный доступ и нам как бы вот как бы гарантирует что данный интерфейс будет как бы наступаться последовательно и что важно последовательно по одному элементу то есть не сразу как бы группой то есть и другие конечно коллекции которые могут там по частям доступать данным и в общем идем по одной соответственно из-за его популярности все абсолютно коллекции вот эти там словари списки хэш сеты вот конкарент что там еще очень по всему все что угодно почему мы можем походить и до реализует вот этот интерфейс у него вот есть как бы два интересных свойства что означает это фарит эксекьюши если у нас есть какой-то extension метод который возвращает такой же самый интерфейс айнам арабал который возвращает такой же самый интерфейс на и набор и который также сама возвращает то есть мы как бы можем очень не дай то пока вы не обратитесь к свойству move next у вас как бы не запустится весь процесс итерации то есть как бы the ferret это что означает ну просто как бы отложенная до до какого-то момента выполнения как бы прохождение по коллекции имидит эксекьюшен что это означает сам как бы нас тут на этом идет очень много extension методов на которые расширяет работу с коллекциями такими как ну в нашем случае это интересует такие как first там single or the fall first of the fall например там top 3 и так далее то есть те extension методы результат которого нужно получить сразу то есть если вы говорите first то вы именно подразумеваете что вы хотите first сейчас они first там через три-четыре строчки это раз и два но вы сами понимаете что first уже как бы вот этот вот некоторые convention ломает и да то есть не возвращает и номер было возвращает элемент соответственно как бы это называется имиди то есть вот сейчас выполнение и вот тут как бы четвертый пункт что она марбал работает только именно с локальными коллекциями в памяти даже вот наведя на любой экстеншен метод да вы думаю сразу как бы увидите что там все передаются обычные делегаты на наши любимые лямбочки или экшен методы да например для экса же метода там for each и ну вроде ни у кого тоже не возникает никаких там сомнений вопросов что с каким еще можно как бы коллекциями ну работать да все очевидно скомпилировался наш делегат и l выполнили все все понятно и я считаю что вот a number metal face это вообще один из наилучших кандидатов для использования с эксеншен методом а и на марбал интерфейс почему да да но сразу оговорюсь но для именно для инфраструктурных задач связанных с как бы ну задачи которые как бы отвязаны от бизнеса именно бизнес домена объясню значит если вы начинаете использовать экстеншен метод бизнес домене а как правило если вы захотите его использовать как бы на одном уровне вложенности то сразу как бы подразумевается ну почему бы она используется не на ну как бы на другом уровне вложенности как правило сущности связаны между друг другом, а у другой сущности есть еще сущность, ну, вот так далее, такой, в общем, по цепочке вы будете спускаться. А поскольку это статика, да, и, как я вам показал, что не получится на всех уровнях сделать, ну, как бы замокать iQueryable интерфейс, и вы будете проваливаться, проваливаться, проваливаться все глубже и глубже. Есть, конечно, эту задачу тоже можно решить, да, если у вас вы следуете, например, вот, как я показывал, например, Data-Driven Approach, то есть вы просто нагружаете вашу систему кучами данных, кучами различных кейсов, которые будут учитывать все вот эти уровни вложности. Да, можно решить, как бы, но зачем? С другой же стороны, инфраструктурные задачи, да, как они, как правило, они отвязаны от некоторой специфики бизнес-домена, да, ну, опять же, мы видим, все наши INMR-банк-10 параметризированы типом Т, то есть, что работает со списками, с интами, с вашими доминными сущностями и так далее. То есть, именно в разрезе этом. Ну, например, там все, конечно же, очень ищут метод, сейчас скажу, вроде грубай, грубай не поддерживает, нет, не грубай, сейчас, 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 или вылетело из головы, какой-то метод, да, по которому, в который нужно передать и лямбда, и сделать, или может даже сортировку, вот. Соответственно, нужно написать свой extension метод, да, который просто сделал банальную сортировку, потом там, не предусмотрено, и так далее. Вот. С этим вроде понятно, я не знаю, может быть, кто-то там с iNumberModerfess'ом тоже может какие-то интересные там, сталкивался с ситуациями или, там, хотел поделиться, я не знаю. Окей, хорошо. Тогда напрашивается очевидный вопрос iEnumerable, такой мощный интерфейс, куча extensionов, LinkU, и так далее. Для чего вообще тогда нам нужен iCwerible интерфейс? Как бы вроде же все кейсы, которые мы описали, все покрывается. Очевидный результат, вернее, очевидный, как бы, очевидный вывод, что iCwerible работает только с локальными коллекциями. А мы хотели бы иметь всю ту же самую, как бы, инфраструктуру наших любимых LinkU, но, например, на базе, например, на VCF-сервисе, например, у нас, например, OData. Мы хотим так же самое делать, использовать тот же самый LinkU-Sync, к которому мы привыкли. И вот для этих как раз и целей был представлен новый интерфейс iCwerible. И опять же, это одна из крутых фишек C-Sharp 3.0. Вообще, вот я в книжках очень часто встречаю такой point, что вообще релиз C-Sharp 3.0, был приурочен вообще только к имплементации именно LinkU. Все основные фичи C-Sharp 3.0, такие, так, VAR, нимные типы, экспрессионы. Все это включилось в C-Sharp 3.0 только ради поддержки LinkU. Ну и, соответственно, вместе с этим мы получили тоже много интересных плюшек. вот. Ну, давайте посмотрим. То есть, как видите, вот на теограмме, да, то есть, iCwerible отоследуется от iNumorable, то есть, все, что было сказано до этого про iNumorable, все верно абсолютно для iCwerible. но у него вот появляется два дополнительных свойства Provider, Expression, ElementType. ElementType предлагаю сразу его как бы откинуть, ну, потому что видно, да, MemberInfo, рефлексия, как бы, ну, в общем, понятно, какие-то там, в этом property содержатся какие-то метаданные о чем-то, о нашем объекте, да. Интересное свойство Provider, который реализует всего лишь, ну, который предоставляет два метода CreateQuery и Execute. Опять же, чтобы не вводило заблуждение CreateQuery, да, сразу у всех, ну, понятно, там, базы данных и так далее, вот. CreateQuery не обязательно должен быть именно SQL-ом. CreateQuery может быть, опять же, тем же UDAT-ой, тем же VCF-ом, я не знаю, можно с этим какой-то сделать квери по JSON-е, и так далее. То есть, как бы, построение запроса абсолютно диктуется тем источником данных, да, с которым вы хотите работать в линьке-стиле. Ну, метод Execute, очевидно, ну, будет выполнять этот запрос. и третье свойство Expression, это выражение. Ну, опять же, Expression часто связывает сразу с деревьями выражений. Если вы, как бы, при работе с интерфейсом Inamor, Blackstash, методе, вы передавали там, делегаты типа Action или Lambda, то при работе с Inquerable интерфейсом вы будете работать с Expression. Скажем, как бы, не вдаваясь, да, сейчас, ну, технические детали, потому что сейчас, ну, не вдаваясь, технические детали, можно считать, что Expression является некоторым фрапером над функциями или там над экшеном, который выполнится, опять же, когда-то, но уже на источнике, как бы, на источнике данных. Ой, прошу, прошу. Соответственно, тут уже, как бы, сразу напрашивается очевидный вывод. То локальное, там удаленное. Соответственно, поскольку они предназначены для различных целей, то и тесты, наверное, с использованием iQuery и iNMRM тоже же должны, наверное, как-то отличаться. И, я думаю, вы уже поняли, да, что это одно из основных свойств, это как раз и является провайдер. То есть, когда мы занимались моканием нашей коллекции, нашего дата-сорса, и хотели очень сильно следовать изолированности нашего юнитеста от внешнего окружения, то в данном случае мы как бы можно так сказать, выстрелили сами себе в новую. То есть, изолировав окружение, мы тем самым как бы откинули ту часть специфики того окружения, на котором будет выполняться или транслироваться запрос. Например, если мы выбрали MS-SQL, то будет для MS-SQL лосинтекс будет запрос транслироваться. Если мы выбрали Oracle, то для Oracle специфик, если мы выбрали сервис какой-то там, то в скопе этого сервиса, этого контекста будет выполняться наше выражение на удаленном источнике данных. Еще раз подчеркну. То есть, мы тем самым написав юнит-тест, получив зелененький юнит-тест, а мы написали их очень много, когда у нас очень много юнит-тестов. Мы очень радуемся этому, потому что много юнит-тестов, что у вас сразу растет? Растет код кавердж. В общем, все счастливы. А тут оказывается, что вы написали очень много юнит-тестов, а оказывается, они не всегда соотносятся с реальностями. Конечно, вы покрываете часть кейсов, потому что все-таки iCwerible наследуются от Inamorable, и понятное дело, что у него будет то же самое поведение итерации по коллекции, но только в тот момент, когда выполнится запрос на удаленном источнике данных, вы получите какой-то сет данных, и потом уже в памяти начнете уже с ними работать, как с обычной коллекцией. В этом основное различие. И вот там еще такой один вопрос, является ли он наилучшим кандидатом для использования extension метода для чейна. Inamorable, как мы рассмотрели, очень подходит. Что же с iCwerible? Например, вы говорите, хорошо, допустим, я буду возвращать с каждого extension метода iCwerible интерфейс, сразу у вас увеличится код, reuse кода, поскольку, например, тот же самый query может заюзать в другом месте контроллера и так далее, и так далее. То есть высокое переиспользование кодом. Profit, profit. Но что, если вдруг в каком-то из этих чейнов кто-то включит дополнительный include или включит, например, дополнительный поиск по какому-то символу или сделает для себя промежуточную группировку. Хочу вам сказать, что результаты будут плачевными, потому что тот, кто будет сидеть с профайлером и выгребать в какой момент кто вклинился в этот pipe, почему я вижу вот такое выражение, но было же другое, это, конечно, будет больно и долго. Поэтому я считаю, что это очень плохой кандидат для чейна и рекомендую возвращать с extension метода для iQuery сразу материализованную коллекцию или iNumorable, или iRedOnly, или List, в зависимости от бизнес-домена, кому что нужно, к тому, чтобы следовалось такое негласному правилу. то есть если вы расширяете iQuery каким-то своим квери, то, пожалуйста, верните сразу, чтобы я понимал, что этот метод с течением времени не поменяется, я буду иметь именно фиксированную коллекцию. Окей. И последний момент важный, подчеркнуть различия, вот на этом слайде очень четко видно, что с левой части это с интерфейсом iNumorable. Мы работаем в основном с делегатами, которые принимают различные формы, там, или Action, или наша Lambda, и которые выполняются локально и как бы в C-Alarm. И с правой части это наш iQuery interface, который работает с деревьями выражений, которые обладают почти даже теми же характеристиками. То есть через то свойство expression вы можете передать его другому extension методу, достроить дерево еще каким-то expression и так далее. Понятное дело, что вы не можете ремовнуть ноду, то есть вы не можете отсоединить и приотачить место, где-то в середине этого процесса. Вы, например, можете сделать реплейс ноду, например, ну ладно, давайте потом уже дойдем к примеру, я покажу. И, соответственно, это дерево после того, как оно протраслируется в intermediate language, оно будет только выполнено в момент запроса в SQL или в какой-то domain-specific language. и как бы вот этот запрос, этот процесс компиляции дерева или там трансляции в SQL, он там закэшируется и вроде как бы будет выполняться так же самое быстро. И поехали смотреть демо. Но сейчас промазал. Ой, е-мое. Прошу прощения, что я сбил со слайдами. И сейчас вот будут примеры. Примеры из практики. Где-то я, так сказать, ну, не до конца как бы разобрался. Где-то там коллеги, где-то просто клиент нашел какой-то баг. Вот те как бы edge-кейсы, да, в которых которые вот enamorом покрывает, но не до конца, поскольку это просто очевидно. у него нету достаточной информации о внешнем источнике даты. Ну и, соответственно, у нас рассмотрим примеры, когда у вас есть какие-то сиквельные вилшки. Я сразу вот комментарий вот хочу сказать вот по первому пункту SQL они как бы работа SQL и entity фреймворк она всегда была она всегда была очень опасной. И первый же пример вообще там самый обычный пример SQL вьюхи я сейчас вам покажу покажет очень интересно его поведение. И про это поведение я уже рассказывал как пофиксить с чем это связано поведение почему оно себя так ведет. Вот мои предыдущие презентации и если вам будет это интересно если вас впечатлит тот пример который покажу то можете сходить по этой ссылочке и посмотреть мои презентации объяснение и пути решения. Следующие методы contains start with and with я думаю тут понятно include join и group by и в конце вот я тут привел такую ссылку просто я сейчас буду много показывать примеров для некоторых может быть специфические для нас это был просто какая-то user story или какой-то функционал вот то чтобы как бы вы не додумывали там а поддерживает например выполнение того или иного extension метода удаленным хранилищем ну например там в link to entities да мы говорим сейчас если мы в разрезе entity фреймворка или не поддерживается то можно перейти на этой ссылке и посмотреть там сравнение iNMRB like variable какие методы реализованы какие не поддерживаются что можно перевязать вместо этого и так далее в общем очень полезный ресурс так ну и давайте уже в код посмотрим так может вот вопросы или может кто-то что-то добавить хотел не знаю я пока тут искать буду где тесты так давайте я сейчас сперва познакомлю с вьюхой вообще банальнейшая вьюха два поля letter и language какой-то letter language letter language letter language все два поля какие-то данные все все очень просто ну соответственно я данную я данную вьюху добавил в мой dmx файл да вот те же самые эти чтобы оно было доступно через контекст и значит представляем да то есть в каком разрезе это все происходит то есть у нас есть опять же контроллер репозиторий какое-то свойство через которое попилотится это вьюха и мы как бы вот то есть мокаем результат очевидно да что сейчас буду показывать все примеры которые ну как бы не работают да но именно сперва они были написаны да ну как бы все такое да а потом уже писались там уже как бы реальные запросы да уходили на базу данных вот поэтому так же самое вот мы видим как это выглядело в начале да наш первый степ а потом как этот extension метод уже переносился в контроле вот чтобы все честно было смотрим вот наш данных как будто это наша база данных все то же самое ничего как бы все один в один expected результат давайте зайдем в extension метод да что он делает он делает банальную вещь передаем здесь нашу буквочку i или b смотрим если оно матчится мы возвращаем i numeral да то есть если не матчится ну я к тому что мы сразу материализуем да не возвращаем тот же самый accessible вот то не матчится запускаем наш тест и какой expected результат смотрим expected result сматчило 2а вернул в ukrainian и english ну я думаю очевидно как бы очевидный тест тут как бы не знаю что тут можно придумать делаем то же самое это уже реальный наш дата сорс да вот наша вьюха и используется один тот же самый extension метод который возвращает то есть все то же самое запускаем ой ой поспешил профайлер не включил так запускаем так у нас это интересно вот здесь смотрим 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 так select from select наша вьюха where letter a ну опять же ничего криминального как бы сделал выбор купол в и вернула украине и инвеж то есть база она вернула правильный результат сервер давайте посмотрим что здесь украине так же самое совпадает соответственно мы должны здесь быть увидеть letter in english как бы ну как говорится вот это поворот то есть каким образом что что вообще произошло почему мы здесь видим ukrainian а не english вторую запись вот как раз я сэкономлю время на этой презентации да и вот прошу вас отсылаю вас к моей предыдущей в которой дано объяснение почему мы увидели такой результат а здесь мы можем себе так сказать на заменку поставить что не стоит как бы писать юнит-тесты на сиквел вьюшке так дальше контейнс контейнс группа extension методов контейнс и стартвиз ну как бы я думаю что вы же понимаете да это то же самое лайк да сиквельный просто стояла задача почему я выбрал именно их сделать для клиента примитивный серч то есть не там не люсина там не фул не фул текст серч просто банальный там какие-то 2-3 таблицы поле там name или description хочу просто посмотреть по включению того или иного символа есть это запись или нет ну то есть очень простые как бы требования и соответственно зачем как бы воротить да сильно сложную логику да если можно воспользоваться быстро как бы реализовать это ну смотрим значит есть у нас сперва вот рассмотрим вот pure метод я имею ввиду что у нас здесь нету никаких-то без каких-то спецсимволов да которые начнет там уже выдумывать наш так сказать кастомер просто вот contains by name да давайте посмотрим что здесь просто с константа некоторая которая делает что опять делаем v и смотрим содержится или не содержится по какому по полю name наша буквочка l так ну смотрим ball и stick ну понятное дело что вернет ровно один результат и именно этот результат будет содержать опять все очевидно идем сюда используем используем тот же самый extension метод и запускаем сразу сразу видно да то что наш результат во-первых появился like вместо нашего контейнса ну я думаю это очевидно в спецификах как бы вот то что я вам говорил то есть для сиквела да есть свой какой-то dsl вот например contains для c-sharp а для сиквела это like то есть некоторые то есть оператор like именно в разрезе сиквела имеет свое как бы значение да то каким образом мы будем выполнять search а в стороне c-sharp есть например contains есть start with есть and with но для например для домена сиквела ему все равно какие-то меры да здесь просто like ну там с модификациями определенными и что мне здесь не нравится здесь появился вот какой-то такой стрёмный хвостик escape and и вот за этого стрёмного хвостика вы например 100% можете в будущем как бы если не успеете переключиться там или на полотекстовый поиск или просто как бы не начнете ну чем раньше начнете профилировать конечно тем лучше если вы как бы будете отклад вы получите очень сильный просим по перформансу вот и вот за этого если у вас например будет там я не знаю вы делаете поиск по over 40 тысяч записей то выполнение с этим хвостиком и без этого хвостика даже если построю банальный execution plan вы сразу ну сможете увидеть ну как бы в чем там подвох скажем опять же это не не в этой презентации да просто хочу обратить ваше внимание то есть появился хвостик а здесь в принципе мы ожидали да хотим увидеть вхождение процент процент и L значит но стоит следующий вопрос что почему как бы этот линкью повел себя так я как бы еще до сих пор верю в то что моя L именно для I enamorable и I querable будет именно L а не еще с каким-то escape лептильдочкой могу ли я это получить это поведение да вы можете и вы можете получить это абсолютно разными способами да по по шкале сложности и насколько вы готовы затратить усилия чтобы получить то же самое поведение потому что как бы с моей точки зрения это все равно бесполезно да потому что мы уже с вами как бы понимаем да что тесты на I querable писать не стоит вот но все же есть ли такие возможности да есть значит первый момент который позволяет это сделать да и познакомиться вот с этой природой динамичности деревьев следующий то есть у нас есть некоторое выражение да вот такое простое в котором есть два оператора where и contains если вы помните эти два оператора развернутся в дерево одно узлы которого будут например оператор where contains и сюда подставится какой-то параметр expression ну или что-то типа такого вот который динамически будет потом преобразованный в сиквел но в том-то и дело что expression поймет этот параметр как ну как некоторое переменное и соответственно сиквел сделает ей escape а нам бы хотелось чтобы сиквел это понял не как переменная а как константа и убрал этот escape то есть мы понимаем да что мы хотим именно константу мы же хотим избавиться от этого соответственно что нам надо сделать поскольку мы дерево не можем менять то есть мы не можем вытащить ноду и всунуть свою какую-то новую когда уже дерево построено но мы можем сделать реплейснуть этой ноды сделать реплейс ноды если раньше например наша вследствие этого вследствие ее динамичности если наша например нода содержала например параметр expression то сейчас например она будет содержать вот некоторые параметры expression то сейчас она будет содержать именно нашу константу да давайте я с кодом немножко познакомлю а то я так может быть сильно быстро значит первое я просто выделил expression вот этот он 1.1 ну может если на where вы найдете expression то есть я ничего не сделал просто взял сюда выделил в переменную этот вер оставил без изменений но к нему добавил какой-то extension метод в который передаю все так же самое переменную search текст то есть видите сигнатура ничего не поменялось то есть просто вы выкидываете это подставляете свой и работаете без escape давайте посмотрим что здесь происходит в extension методе так вот наш source вот наше дерево вот наш значит параметр ну опять же я не буду в технические детали вдаваться просто как бы опишу что происходит у нашего дерева есть body которая будет содержит вот эти вот узлы на которых висят наши вот выражения наши фильтры и мы говорим что вот пожалуйста в нашем дереве реплейсни в нашем дереве реплейсни наш параметр который имеет тип типа параметр expression на тип expression константу и сделай это тогда когда будешь ну просто передел этот визит который будешь в момент когда будешь проводить навигацию ну понятное дело да чтобы построить запрос нам нужно пройтись по всему это дерево зайти в каждый узел преобразовать этот узел с c-sharp на sql да и тогда уже выплюнуть нашу полный запрос то есть ну в принципе все здесь как бы код вроде очевидный да и вернее нам обратно этот expression почему потому что я этот expression передаю дальше в то есть мы скажем так таким вот хаком да мы добьемся того чего хотим давайте это может быть я вас мы добьемся чего хотим но вы же понимаете да то есть вы как бы спрятали просто спрятали вот он да вот теперь вы видите чистый select like никаких escape работает as expected при таких как бы условиях да то есть у вас будет i-quareable i-numberable они будут абсолютно равны то есть вы просто спрячете проблему да которая выстрелит в каком-то другом месте а именно она может выстрелить вам вот так вот например такой кейс пользуется системы пользуется юзер вашим поиском да и тут прилетает бах что а почему ваш поиск не поддерживает проценты ну понимаете просто появился какой-то там пользователь с у которого с сиквельным прошлым и он вроде ожидает что почему поиск не должен почему не работает так как в сиквеле как я к лайку привык да что делаешь процентик и он тебе и слева и справа поищи да и по вхождению а у вас по-другому почему-то работает а почему потому что ваш эскейп эскейпет ваши символы секу говорит что это ага это спецсимвол я у тебя ничего не найду для такого или например там звездочка там слэш ну и так далее то есть данный юнитест говорит что ну будет пусто то есть ожидание пользователя и поведение вашей системы будут разниться ну конечно скажете что да вот что прописано было ну мы хотим вот так но тогда вам придется менять или удалять этот юнитест и последний момент связанный с контейнсом ну который позволит да это решит мы посмотрели там с реплейсом да если может быть еще какие-то варианты вот да есть например один из вариантов это вот относящийся к пользователю который а я лайк привык использовать хочу чтобы ваш пояс работал так же как и лайк ну как часто бывает программисты же ленивые да мы говорим ну хорошо а если может быть уже такой метод лайк да который уже как бы сиквал знает о том какой как работает лайк ой господи сишарп знает тот лайк сишарп знает как работает лайк в сиквеле вот и так такие да вот видите есть такой метод статический метод лайк в SQL метод с таким же самым названием с такой же даже сигнатурой видите матч экспрессион и паттерн вообще все то же самое просто ну как бы берем и юзает давайте заюзаем когда вот мы его заюзали мы вот увидим вот такую вот интересную штуку вам просто явно говорят что дружище то что ты пытаешься использовать оно не предназначено для этих целей оно не может быть использован имеется в виду на клиенте это клиент это наш код сишарп клиент а сервер это удаленное как бы хранилище оно вот только for transaction то есть киэл а это просто как бы вам оно намекает на том что я в принципе пойму этот метод ну например в скопе если ты поменяешь провайдер в данном случае у нас какой провайдер link to objects а нам нужно провайдер link to sql чтобы именно удаленное хранилище like метод ну поняла так как его надо вот то есть как бы вроде как бы и есть такой метод но тогда вам уже не link to entities надо использовать а link to sql вот и есть еще есть конечно еще один там метод который добавился а ну ладно потом уже потом расскажу вот в общем с контейнсом с контейнсом вроде понятно так что-то еще например а да это как это это я вас сейчас отправляю к той ссылке которую я давал в презентации саппорт от и не саппорт от операторы и методы вы говорите хорошо я выкину тот юнитест то не соответствие действительности потому что там и нам рабол хочу юзать айк вернул по идее но сейчас вы должны же вроде получить какой-то результат поскольку вы сейчас это выполните на удаленном источники данных ну то есть вот считать ой считайте вот да вот ваш пользователь зашел вилл м хочу процент все так же как все то же самое как и лайк делает смотрим тоже над суппортом ну то что я и говорил link you to entities не понимает как же протранслировать этот лайк именно в link you to entities но link you to SQL другой провайдер поймет как из этой штуки сделать то что вам надо то есть не всесильные айк вера была здесь и поэтому мы двигаемся дальше старт вис это все тоже это все так же само относится к поиску но здесь интересно становится в том случае когда пользователь например говорит хочу например по вхождению с большой буквы и я так подробно замеваю что ну да мы вернем какой-то результат вот мой сервис да но он говорит что если я буду искать по маленькой буквы то в том же самом источнике я получу нал и ну как бы все верно вы как бы нал и получите в юнит-тесте но на базе данных вы можете получить такой же самый результат то есть вы делаете старт вис в uppercase и в lowercase а всегда получаете тот же самый результат в myservice.id ну я думаю вы понимаете да с чем это связано что здесь вообще такой кейс когда просто нам кричит iQuery что этот i isolated нельзя рассматривать для написания юнит-теста потому что на базе данных вот есть такая штука называется collation и бла-бла-бла аббревиатуру опустим нас интересует вот это вот средненькое которое говорит следующее что любой поиск который будет осуществляться на данной базе данных он является case insensitive то есть что m что m большое что m ну и так далее то будем будет возвращать тот же самый результат но если вы хотите чтобы старт вис различал то есть вы как бы на базе данных да как бы говорите c-шарп ну вот старт вис должен себя вести и маленькое и большое тогда вам нужно вот этот выбрать collation но когда вы это переключите то у вас будет куча эроров и ошибок потому что у вас некоторые колонки могут быть очень могут зависеть сильно от этого collation или текст или данные и так далее но с одной стороны это можно сказать что это как бы надуманный пример ну то есть у вас и в проде и локально базы должны в принципе типа совпадать и соответственно такой проблем не должно возникнуть да не должно если вы например не используете там какие-то и хранимые процедуры или то же самое view внутри которого внутри которой используется ну например специально под этот кейс определенного типа collation что это поле должно мачить только например uppercase случае и всегда игнорить lowercase то есть мы всегда должны проводить поиск вне зависимости от этого есть такой момент но опять же если вы вдруг захотите написать и юни тест на такое то колыши нам скажет что извини твой юни тест вообще никакое отношение к реальным данным не имеет здесь я просто показал пример как бы типа моделирования выполнения лайк на базе данных используем стартвиз и андвиз и кстати вы заметили что я вот уже говорил что у нас в этом вайк намер был есть три метода есть контейнс есть стартвиз есть андвиз а почему-то на сиквеле нету есть только один лайк то есть как бы лайк оператор да который покрывает все эти три кейса вот то есть это опять же все мы складываем в копилочку того что нужно отказываться от таких написаний тестов значит с серчем мы закончили может быть он как бы был не очень интересный в том плане что не часто кастомеры просят серч или вы не не часто пишите это инклуды инклуды джойны наверное напишут все да когда создают когда работает с инклуд поэтому это наверное самый самый часто встречающий кейс ну и смотрим опять наш пример коллекция два ордера с какими-то идишниками есть кастомер для одного заказа кастомер есть для другого кастомера нет и смотрим экстеншен метод ничего вообще особенного делаем инклуд в р и смотрим по кастомер идей по идее по идее давайте посмотрим что не помещается идеи вы должны получить вот такой вот результат то есть вы мальчики по винету да по кастомер айди здесь вам отфильтровывает и получите этот результат ровно одну запись да все правильно так оно и есть но опять же переключаемся на наш айклэр обол есть как бы есть особенности здесь я продемонстрировал джой инклуд да кстати вот инклуд для нас си шарпа для скил джойн и соответственно инклуд для си шарпа и джойн для сиквела должен проходить лишь по какому-то полю часто это поле смотрим если например это ну primary ключ по таблице фармки для другой таблицы например вот по кастомер айди в одном случае он и в одном случае на другом он занят а в другом вот я хочу показать разницу я беру просто другую табличку смотрим и так же самое делаю джойн но в данном случае я уже джойн делаю не с nullable значением а когда у нас primary ключ не nullable и в первом и другом случае у нас iquerable скажет так ага значит ты делаешь include сущности по ключу который позволяет иметь nullable тип следовательно я тебе сделаю left outer join если мы переведем это на наш юни тест я верну тебе больше чем одной записи то есть там у вас юни тест как бы вы хардкодом ожидаете одну сиквал вам вернет например две в другом же случае например а in m ral like her может быть равны почему потому что у вас primary и foreign key они не позволяют нам обозначение и соответственно в данном случае вы увидите inner join и у вас будет как бы exact match то есть сколько вы передаете запись только вы и как бы ожидаете вернуть то есть в зависимости от того уже какие у вас используются вообще по какому ключу вы join нити позволяет алина обозначение вы динамически вообще видите разное построение запросов что опять говорит не в пользу написанию юни тестов так с инклудами и последний момент это группировка с группировкой группировкой и тут должен быть еще с группировкой тоже не все так очевидно но как бы на группировку я наткнулся абсолютно случайно потому что мне нужно было вот из группировки сделать вот такой вот запрос получить первый и меня интересовало что дальше ну такая логика была вот потом после того как ты получил первый берем первый с коллекции там всегда ключ один ну и так далее неважно на какой случай просто такой вот код и соответственно и мне нужно было include дополнительно это сделать чтобы в конечном итоге вернуть этот регион но на чем первое на чем здесь можно споткнуться помните помните я вам говорил что чтобы чейнить i-numerable с каждой следующей должно возвращать такой же тип интерфейса чтобы у вас как бы по этому по пайпу соблюдалась консистенция соблюдалась этого запроса когда вы делаете include а потом делаете group by вы заметили как у нас в возвращаемом результате поменялась сигнатура в одном случае include производит патч территории региона возвращает enumerable территории а group by возвращает уже i-equival и он меняет на i-grouping string territories то есть что мы видим как это можно объяснить наша группировка ломает форму запроса первоначального с include когда мы хотели получить регион то есть мы как бы хитрые хотели сделать include сделать группировку в группировке получить первые элементы в этом элементе получить наш регион который мы заинклудили раньше но группировка ломает include и соответственно когда даже если вы сможете получить этот первый элемент свойство регион будет null потому что оператор group by нельзя использовать ну как бы ограничение такое есть да вот данного поведения соответственно смотрим 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 как это работает значит первое обычный include ой это я уже не туда смотрю смотрим наш extension метод проговорил я его только что да это вот еще интересный момент вы кстати заметили насколько у нас exception ну сколько на второй второй exception падает в рантайме вы пишете вы написали тест мы только что видели все прогнали нагрузили данными все получится результат запускаем как бы на реальном сорсе получаем какой-то exception что он говорит что метод first не может быть использован внутри select а почему да потому что все по той же самой причине что дерево не может понять каким образом одновременно сделать include выражение чтобы в конечном итоге вы получили заполненное свойство на него накрутить сверху группировку и эту группировку еще сделать first она просто не может понять какой на выходе нужно ей построить этот сиквел поэтому говорит что но если вы например сделаете то же самое но таким вот образом тот же самый запрос тот же самый include ну тут как бы пустим этот пока оператор тот же самый group by тот же самый select тот же самый first регион и смотрим что у нас на выходе получится на выходе получится ну я не знаю наверное вы уже не будете сильно удивлены почему-то inner join мы уже поняли что это include наш а где моя группировка где мой first где вообще все что что произошло куда все делось вы почему-то еще увидите свой регион то есть да перед этим мы словили exception ну вся магия вот в этом скромном операторе to list вы просто сделали раньше времени как бы заставили iQuery выполнится гораздо раньше до как бы фазы группировки и select и вы уже работаете с коллекцией в памяти а коллекция в памяти уже знает как сделать группировку и как сделать select как бы просто первую группу по первому ключу да и потом сделать жеж первый более того у вас даже не будет есть свойства регион то есть вы как бы смогли динамически начиная с iQuery как бы перевести его и уже работать с коллекцией может можно это делать ну например может и такой вариант но лично для меня как-то вот турист да как бы немного смущает уже надо как бы или уже до конца идти да то есть взять вот только этот кусочек а этот уже вынести как бы специфик для этой логики да или вообще уже не заниматься таким вот ну и опять же понимаем что юнит с дами не покрывает наш кейс так все вроде показал да сейчас я секундочку еще проверю чтобы я ничего не забыл давайте вернемся к презентации так и давайте подведем итоги что же что же что же мы выяснили первое iQuery был хорош но он хорош только первое без юнитестов второе не следует им чрезмерно употреблять с extension методами как результат возвращения из него поскольку это можно потом очень долго дебажить и смотреть где вы просили по перфомансу но как кандидат использовали в принципе нормально для инамор тут как бы по умолчанию в общем инструмент да для работы с коллекциями для тестирования как extension методы бизнес логики и так далее но опять же не стоит увлекаться этим чтобы не получить сильно глубокую вложенность из-за которой потом ваши юнитесты просто тяжело их будет саппортить и так далее поэтому основной notion который я хотел бы сказать это будьте осторожны с выбором того что вы собираетесь тестировать так как оно может вообще быть не предназначено для этого вот в принципе у меня наверное все вот так что я наверное кстати этот последний ноушен я хочу сказать что не то что оно вредно а оно более того оно усыпит вашу бдительность то что мы видели очень много тестов они все зеленые может приведить как бы турновийным багом вот еще в этом разрезе поэтому спасибо вам всем за внимание да вот исходный исходники этого приложения кому надо поиграться доступны по этому адресу и всем спасибо да всем 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 зеленых юнит тестов если какие-то вопросы то Продолжение следует...